В России могут отменить штрафы за просрочку платежей по ипотеке до конца года. Соответствующее предложение в Центробанк направил директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов. Он отмечает, даже несмотря на введение кредитных каникул, которые позволяют отсрочить платежи на срок до полугода, многие граждане все еще рискуют потерять жилье. Они не могут воспользоваться программой, так как она распространяется лишь на сделки с долгом до 3 миллионов рублей. Вообще все меры, которые предпринимаются у нас сейчас на рынке жилищного строительства, на рынке ипотечного кредитования, наверное, можно разделить на поддержку развития в целом этого направления и поддержку людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Что касается аннулирования штрафных санкций, то это, конечно, просто мера лояльности по отношению к заемщим, которые позволят им не влететь на штрафные санкции, которые могут значительно превосходить даже сам процентный платеж по данному ипотечному кредиту. По данным Нацбанка по республике, на начало этого года портфель ипотечных кредитов составил более 320 миллиардов рублей, увеличившись за 2021 на четверть. Такими же темпами рост продолжился и в январе-феврале. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам составила не более половины процента. Для сравнения, просроченная задолженность по кредитам потребительского кредитования составляет около 7%. Учитывая увеличение ключевой ставки Банка России и вслед за ним повышение ставок в целом на финансовом рынке, в том числе по ипотеке, неизбежно ожидается замедление темпов ипотечного кредитования. Напомню, кредитные каникулы были введены правительством России в марте как одна из антикризисных мер поддержки. Программа позволяет без штрафов и изменения кредитного рейтинга взять отсрочку по платежам на полгода. Продолжение следует...